Мы будем двигаться дальше и сейчас мы перемещаемся в Нижний Новгород, замечательный город на слиянии двух классных больших рек, Аки и Волги. Это Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевска. Для вас его представит Екатерина Скотникова. Екатерина, вы с нами на связи? Да, Никита, здравствуйте, рада вас слышать. Я тоже вас рад слышать и видеть, и вам слово, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники выставки. Хочу представить вам наш университет, университет Лобачевского. Университет Лобачевского был основан в 1916 году и в настоящий момент наш университет является признанным флагманом российского классического образования. Как уже видно на слайде и, как сказал Никита, мы находимся в городе Нижний Новгород. Нижний Новгород располагается совсем недалеко от Москвы. Это всего 45 минут на самолете, либо это 3,5 часа на поезде. Поэтому студенты, которые к нам приезжают, которые становятся частью нашей дружной команды, нашей семьи, университет Лобачевского, достаточно быстро и легко нас находят и добираются до нас. Главной особенностью нашего университета является, прежде всего, сочетание высокого качества образования и доступность обучения. Как вы видите на слайде, в настоящий момент в нашем университете обучаются более 27 тысяч студентов, из которых 1850 – это иностранные студенты из более чем 100 стран мира. Университет Лобачевского включает в себя 18 институтов и филиалов, институтов и факультетов. Прошу прощения. Факультеты – это небольшие институты, начиная от Института биологии и биомедицины и, например, заканчивая юридическим факультетом. Также у нас представлены такие институты, как Институт журналистики и филологии, Институт математики и механики, Институт международного отношения и мировой истории. Такие факультеты, как факультет социальных наук, юридический факультет, факультет физкультуры и спорта. Огромное количество различных программ обучения, более 500 программ, которые включают в себя как программы магистратуры, так и программы специалитета, бакалавриата. В прошлом году мы открыли 4 программы ординатуры, также у нас более 20 программ аспирантуры. Это говорит о том, что однажды, зайдя в дверь нашего университета, бывший абитуриент, нынешний студент, может прожить всю свою учебную жизнь в нашем университете, начиная, например, бакалавриата и заканчивая уже аспирантурой. Наши программы преподаются не только на русском языке, но и на английском языке. Для тех ребят, кто не уверен на данный момент в своем знании русского языка или хотят подтянуть его, не теряя год, они еще могут подавать заявки на подготовительный факультет нашего университета, так как прием идет до 1 ноября, поэтому у вас еще осталось время, уважаемые абитуриенты. Мы вас приглашаем уже сейчас начать свой путь в нашем университете с аппортеистом факультета, а уже в следующем году поступать на основную программу. На данном слайде представлены одни из основных программ, которые наиболее интересны, наиболее актуальны и восприятны среди поступающих из стран СНГ. Это прежде всего юриспруденция, судебная экспертиза, международные отношения, журналистика. Есть смежная та же специальность зарубежной регионоведения, которая идет практически бок о бок со специальностью международные отношения. Единственная разница в том, что обучаясь на программе международных отношений, вы становитесь специалистом-международником, так скажем, широкого круга, а на зарубежном регионоведении вы становитесь специалистом в каком-нибудь конкретном регионе в зависимости от того второго иностранного языка, который вы выбираете для изучения. Такие языки доступны, как китайский, корейский, испанский, немецкий, французский. То есть, например, выпускаясь после программы международных отношений или зарубежного регновения, вы становитесь не просто высококлассным специалистом в сфере международных отношений, но и человеком, который знает, владеет как минимум тремя иностранными языками. Это русский, английский и второй язык по выбору учения. В нашем университете также поставим широкий круг медицинских специальностей. Мы предлагаем две специальности классической, так скажем, клинической медицины. Это лечебное дело и стоматология, а также три специальности медицины будущего. Это медицинская биохимия, медицинская кипернетика и медицинская биофизика, которые вмещают в себя соединение классической медицины с достижениями, технологическими достижениями человечества. Также одной из наиболее востребованных программ является химия, так как в Нижегородской области расположен один из крупнейших химических заводов, так называемый Сибур, на котором как раз-таки после окончания программы химия могут работать наши студенты. Среди, например, экономических специальностей наибольшим приоритетом выделяются такие, как экономика, торговое дело, также прикладная информация, которая у нас преподается как в институте экономики и предпринимательства, так и в институте математики и механики. Также в последнее время учит рост технологий в нашем современном мире особой популярностью набирает такая программа, как программная инженерия, которая представлена как на уровне бакалавриата, так и макстратура. Говоря о проживании, университет Лобачевского представляет общежития для иностранных граждан. У нас есть 9 общежитий, которые находятся на территории студенческого городка, либо вблизи к нему, и еще одно общежитие типа хостел, которое находится чуть подальше, примерно 5-6 остановок от главного корпуса университета. Также общежития делятся на два типа, это коридорный тип и блочный тип. Для тех ребят, для тех инкурентов, кто не совсем понимает разницу между данными типами, объясню, скажу пару слов. Общежитие коридорного типа – это общежитие, в котором все удобства находятся на этаже, а блочное – это то общежитие, в котором удобства делятся на блок, то есть на людей в блоке. Но не в зависимости от типа общежития, будь то общежитие типа хостел, коридорного типа, либо блочного типа, в наших общежитиях очень уютно и есть все необходимое для комфортной жизни наших студентов. Студенты университета Лобачевского ведут и живут не только активной и интересной учебной жизнью, но и также неучебной. В рамках университета Лобачевского проводятся различные фестивали. Доброй традицией стало ежегодно проведение фестивалей культур, на котором наши иностранные студенты знакомят друг с другом со своей культурой, а также и, в принципе, жителей города Нижнего Новгорода, потому что каждый желающий может посетить данный фестиваль и познакомиться с культурой той или иной страны, того или иного региона. Также в рамках университета проводятся различные фестивали, такие как «Студ весна», «КВН». Кроме того, наши студенты посещают различные танцевальные кружки, театральные кружки. У нас имеется достаточно большой спортивный комплекс, которым наши студенты могут заниматься как просто в тренажерных залах, так и, например, легкой атлетикой, самбо, различными единоборствами. Одним словом, все, что они могут пожелать, наши студенты могут найти в стенах нашего университета. Смотрите, пожалуйста, на картинке, каков город Нижний Новгород, в котором находится университет Лобачевского. Наш город не только прекрасен своими закатами, своей архитектурой, инфраструктурой, но, кроме того, по рейтингу, например, «Нумбео», мы являемся самым спокойным и самым комфортным городом для проживания. Поэтому, уважаемые родители абитуриентов, если вы тоже смотрите данную презентацию, вы можете абсолютно не беспокоиться за своих детей. В нашем городе, в нашем университете им будет комфортно и спокойно. Следующий стой. И в завершение хотелось бы сказать несколько слов про возможности поступления по квотной программе. То есть на бюджетной основе. Гражданам СНГ, они могут поступать как по квоте правительства Российской Федерации и прием должен начаться заявок вот уже достаточно скоро, буквально на следующей неделе. Либо вы можете участвовать в Олимпиаде по русскому языку Лобачевский.ру, победители которой могут претендовать на бюджетное место, на обучение по программам гуманитарного профиля и экономического профиля. Кроме того, уже с 15 сентября началась Олимпиада Open Doors, по результатам которой победители также получают квотное, то есть бесплатное обучение по любой программе нашего университета. Более того, граждане СНГ могут поступать к нам на бюджетную основу по программе соотечественника, то есть сравнение с российскими гражданами. Для этого, в зависимости от страны, нужно предоставить небольшой дополнительный комплект документов, дополнительный к базовому, который включает всего же свидетельство о рождении поступающего, свидетельство о рождении одного из родителей и документ, подтверждающий постоянное проживание поступающего в стране рождения. Вы проходите вступительность в питание равне с российскими гражданами и смотрите, следите за конкурсными списками и ищите себя в числе зачисленных на бюджетное место. Также на слайде вы видите наши контакты, наш номер в WhatsApp, наш сайт, на который представлена более подробная информация о наших программах, их стоимость, форму обучения и видите наш e-mail. Мы готовы всегда ответить на все интересующие ваши вопросы. Пожалуйста, пишите, мы будем рады ответить. Екатерина, спасибо большое за презентацию. Спасибо большое, что назвали шаги для поступления в университет по квотам правительства Российской Федерации. В целом это универсальный такой набор шагов, который можно использовать и в любой вуз. Но по поводу вашего университета, скажите, пожалуйста, сам вуз очень большой, имеет, опять же, очень много программ. Я лично был в университете, он мне очень понравился, и главный корпус, и студенческие общежития. Вот такой вопрос. А какие новые программы могут открываться у вас в следующем году? Что-то новое, что-то интересное? Да, Никита, у нас ожидаются открытия очень интересных программ. Мы стараемся, наше университет старается идти много со временем, поэтому некоторые программы, они так или иначе связаны, так скажем, с достижениями технологий. И одна из специальностей, которая планируется открыться, это киберпсихология. То есть в рамках данной специальности, специализации студенты будут изучать влияние новых технологий на мозг человека, на его психологию, как от этого защититься, как этим влиянием управлять. Мы считаем, что в современном мире, когда влияние при социальных сетях так велико на общественность, это очень важно и полезно будет для наших студентов. Кроме того, мы открываем совместные программы. Одна из таких программ – это юриспруденция совместно с ТГЮ, это Ташкентский государственный университет. По данной программе могут поступать, обучаться и в результате получать два диплома, то есть ТГЮ и ННГУ, не только граждане Узбекистана, но и другие страны, также СНГ, не только СНГ, может даже дальние взорубежья. Для этого нужно будет пройти конкурсный отбор в два этапа. Первый – это сдать экзамены у нас, а второй – пройти тестирование в Центре русского языка в Ташкенте. И по результатам поступить на совместную программу, которая также будет проводиться очно в два года в России, в ННГУ и в два года в Узбекистане, в Ташкенте. Да, здоровская новость. Я тоже недавно видел, что такая программа есть с Узбекскими университетами, с Ташкентой юридическим. А два года вначале в России и потом в Узбекистане, или наоборот? Сначала в России, потом в Узбекистане. Ну здорово. По поводу киберпсихологии, это действительно очень интересно и актуально, и киберпанк, он уже ближе, чем нам кажется. Да, да, вот мы будем учить, как защититься. Точно. Спасибо большое вам за презентацию. Очень классный университет. Рекомендуем к поступлению. Все контакты вы сможете найти на сайте выставки, либо отмотать немножко на слайд с контактами. Обращайтесь. Также найдите информацию по поводу поступления, олимпиады, внутренний бюджет или квоты. Вариантов действительно очень много. Екатерина, спасибо большое. Ждем вас. Спасибо. Спасибо.